Друзья, всем привет! С вами канал Будвуд, Александр Дубовенко. Очень многие из вас все время критикуют меня, что я записываю открывашки из машин. И иногда еще вторую руку отрываю от руля, и это очень опасно. Да, это опасно, но я очень осторожный и смотрю все время на дорогу, иногда на вас. Я был в Санкт-Петербурге недавно, у нас же там офис, и много строек, много всего интересного. И встретился с дизайнерами, с сестрами Стасовыми. Почему-то так получается, у меня то сестры Сундуковы, то сестры Стасовы. У меня такое ощущение, что самые эффективные дизайнеры это сестры. Но пока так кажется, может быть. Потом я увижу братьев дизайнеров. И мы с ними поговорили, как устроен процесс дизайна, из чего он состоит, вообще зачем он нужен. И какие-то интересные инсайды с ними обсудили. Смотрим. Вы ведете свой блог. В компании всегда один человек должен быть безумцем. Если я купил, то я обязан выкинуть сразу. Потом успокаиваешься, подышала и... А, все, выпадаете японский унитаз. Что ж ты, как с дебилами разговариваешь. Вынужден отчитывать клиентов. Нет, такое мне нравится. Когда я последний раз был в ванне. Господи, какой кошмар. Даже на романтику нет времени. К нам пришли в гости сестры Стасовы. Они являются дизайнерами. И мы сейчас с ними поговорим, как у них все это получается, как они это делают. Вообще, сестры-дизайнеры, это необычно. Хотя мне только такие сестры и попадаются почему-то в последнее время. Как вы вообще разделяете работу? Вы параллельно все делаете? Недавно смотрели одну бизнес-передачу. И там правильно сказали тему, что в компании всегда один человек должен быть безумцем. А второй человеком системы. Лена у нас человек-огонь, благодаря которой все крутится, работает. И благодаря которой реализуются наши проекты. Я больше человек-организации для того, чтобы все наши процессы были максимально комфортными и отлаженными. А то, что касается самого дизайна, мы делим всегда проекты по личному усмотрению. Только мы иногда смеемся, что я, как правило, беру гостиные, Лесе достаются спальни. Она смеется, что она скоро станет уже дизайнером по спальню. Но тем не менее, мы всегда выдерживаем одну стилистику. Никогда не выдерживаем. У нас какой-то внутренний идет коннект. Если это комплексный проект, то часть помещения делаете вы, часть вы вот так. За счет этого все-таки мы очень быстро можем отдавать проект уже готовый. То есть можно встречаться с человеком буквально. Многие удивляются, что мы сто с лишним квадратов за месяц полностью готовы, уже с рабочими чертежами отдаем. Но и в плане, если добавлю по тому, как мы делим наши функции, я все-таки веду стройку. То есть у меня жесткий диктат, я организую людей, я контролирую. То есть это тема на мне. Это часть системного вопроса все-таки. Да, однозначно, да. То есть этим занимаюсь я. Где надо взбодрить людей и промотивировать их, да? Это я. С строительством мне говорили, что с нами как с дебилами разговариваешь, потому что я очень тактично, мягко. Но иногда я разрешаю себе поистерить все-таки так чуть-чуть, аккуратнее. Вы, наверное, за финансы отвечаете больше. Да, финансы в том числе. Да, финансы, в том числе. Да, чтобы не забыть с клиента взять хотя бы денег, чтобы хватило на его стройку. Прямо точку, да. Чтобы не получилось так, что стройка пошла потом за ваш счет случайно. Такое бывает же иногда? Случается. Так называемая отрицательная рентабельность у нас бывает. У нас это называется дизайнерское наследство. А, да. Какие-то моменты ты приходишь тебе, к сожалению, на свой счет решать. Но здесь уже просто ценна твоя репутация. И поэтому иногда ты берешь какие-то обязательства на себя. Насколько я понимаю, так как это очень индивидуальная история, продаете вы сами. То есть лично общаетесь с клиентами. Но, тем не менее, какие-то работы выполняете вы, наверное, не сами. А у вас либо команда, либо на аутсорсе. Каких вообще специалистов вы на стадии дизайна привлекаете? В первую очередь, конечно, визуализаторы. Рисую от руки первоначально. Все равно сама выработаю технический проект полностью. Потом отдаю на визуализацию. Такой все равно совместный, дуэтный проект. Это не так, что отдали, и визуализатор полностью воплотил, и все тебя услышал, все понял. Нет, иногда приходит первая визуализация, и я смотрю, господи, какой кошмар, что это? Как это вообще может быть? Потом успокаиваешься, подышала, и вносишь корректировки. Я знаю, к чему я хочу прийти всегда. Я знаю, да, финальный результат, к которому я иду. Мы прорабатываем со вначале все, включая каждый предмет мебели. У нас сейчас есть авторская мебель, которую мы используем. Соответственно, что ее вообще нет в природе, она просто есть в голове. И тогда визуализатор под вами эскизом уже ее реализует, вырисовывает, она уже появляется в проекте. Недавно, кстати, мы сделали фотоподборку наших проектов, совместили визуализацию и уже реализованные фрагменты. И сложно отличить, на самом деле, где визуализация, а где итоговая фотография. Вот это, кстати, очень важно, на мой взгляд. Вот я когда общался с американским архитектором, они говорят, вот чем отличается. Смотришь в Америке, вот проект визуализации, вот реализованный дом. И он совпадает. Смотришь в России, картинка опять красивая, получилось, но что-то вообще не... Какая-то облезлая какая-то коробка. У меня есть просто подход такой, что, наверное, все-таки это обманутые надежды клиента, а этого не должно быть. То есть мы за то, чтобы идеально воплотить то, как первоначально он увидел. Он одобрил это, он в этом уже живет. Это его интерьер, он ему комфортен, соответственно, что мы максимально к нему и идем. Возможно, действительно, в процессе какие-то подвижки бывают, да, ну, скажем, на моменте согласования с метой. Хотя я понимаю, конечно же, когда я не ставлю никаких иллюзий никогда. То есть я понимаю человека, я ставляю полный бриф. И все, что в визуализации, это его уже предметы, и финансового в том числе. Вот у нас визуализаторы, они получают модель, сделанную там в архикаде, в автокаде, еще что-то. И они просто раскрашивают, так скажем. А у вас с картинки, то есть они фактически с нуля все это... Они моделируют, да. Они же должны размеры знать. Когда мы отдаем информацию визуализатору, то есть первое, я прорисовываю вообще схемы, прорисовываю также, в принципе, это рабочий проект. Развертки все уже отдаю, прорисованные целиком. И плюс вставляю таблицу, в которой конкретно вообще идут все предметы, все там цветовые, четко вообще информация по цвету и по размерам. И он просто уже, соответственно, что вот эти предметы уже вставляют, скажем, в эту базовую сцену, скажем так. Расскажите, пожалуйста, куда мы приехали с вами? Часто ли вы здесь бываете? И для чего вы сюда приезжаете? Мы находимся в салоне «Аквариус». Салон, который представляет, пожалуй, наверное, такой спектр широкий предметов интерьера, начиная с керамической плиткой, сантехника, то есть тема полностью ванных комнат. Особенно интересная тема – это японских санузлов. А вот с этими кнопочками пользуются спросом? Это специфичная тема, которую, наверное, нужно все-таки доносить до людей, потому что она еще не совсем понята. Все-таки здесь, наверное, надо больше показывать, рассказывать. И человек, если путешествовал и спробовал на себе, тогда он это хочет. Постоянно кажется, что мы это впариваем. Вот сейчас покажу японский унитаз с кучей кнопок. А, все, вы продаете японские унитазы. Я уже не знаю, что делать, чтобы не казалось, что мы продаем. Сейчас скажут, что вы продаете салон «Аквариус». Вы там рекламу вам заплатили. Просветительная миссия. Да, японские унитазы заплатили. Американская мебель здесь. Ага, американцам продались. На какой стадии вообще подбирается плитка? На самом деле, с самого начала. И в большинстве случаев мы приглашаем клиента и встречи назначаем в салонах для того, чтобы лучше его понять, прочувствовать. Мы смотрим его реакцию, да? Как он реагирует на цвета? Да, да, верно. Даже глянцевая матовая поверхность. То есть просто прошла, например, дотронулась рукой до смесителя или нет. То есть или не захотелось. Я еще, знаете, тоже над собой иногда даже подшучиваю, что если все-таки ты творческий и ты занимаешься своим делом, то, например, меня может вдохновить просто коллекция новых смесителей. И все. И я счастливая, у меня прям внутри бабочки летают. И я в течение дня вспоминаю, почему я такая счастливая? Что случилось? Что было? А, да, да, я увидела. И ты об этом уже мечтаешь и думаешь, хорошо будет, это крутецкий. Да, чтобы клиент, который мог бы это оценить, потому что это очень здорово, это действительно что-то, какие-то новые линии, новые формы. И то есть бывают вещи, которые я, например, хочу и жду, когда вот появится клиент, который может это оценить. Такие истории действительно были, да? Потому что все-таки, знаете, не хочется, чтобы твое творчество в чем-то скучном, в каких-то рамках замыкалось. Замыкалось, чтобы это все бежевое, серенькое. Чтобы все-таки была возможность действительно цвет интересного. И человек будет благодарен тебе за то, что ты была смелее тогда и смогла объяснить. У нас подход такой, что вот даже ту же плитку мы выбираем на самых ранних стадиях, вообще до того, как я занимаюсь визуализацией. Потому что если ориентироваться, скажем, на чисто интернетные картинки, это в реальности может совсем другое быть. Если проблема, что мы выбрали образец, он идеально подходит, на заводе заказываем, все снято с производства, извините, у нас теперь там чуть-чуть другой цвет. Она может быть, безусловно, но, пожалуй, здесь, знаете, как, опять же, здесь, наверное, два аспекта. Первое – это профессионализм дизайнера. То есть, если ты ставишь вот данный предмет, данную плитку, то ты должна проверить, что она существует. Но мало ли, скажем, вдруг по каким-то там обстечениям обстоятельств или время, например, затянулось, да? Тогда ты начинаешь выворачивать уже город наизнанку, чтобы найти альтернативу и потом уже просто действительно понять, что это достойная замена. Но эти случаи редкие, максимально надо их избегать, потому что, как правило, человек, увидев картинку, он ее уже представил, он себя уже поместил в этот интерьер, уже вся семья уже здесь расположилась. Удвигать его в новом русле? Это неправильно, это травматично, и стараться от все этих моментов избегать. Давайте поговорим о стилях в дизайне. Как вы можете свой стиль охарактеризовать? Есть ли такое, понимаете, любимые, нелюбимые стили для вас? Нет, четкого разделения стилистического. В любом случае стили всегда перетекают друг в друга. И экликтичность, да, она всегда присутствует. Мы в первую очередь всегда отталкиваемся от клиента, от его потребностей, и уже его глазами начинаем смотреть на стиль, на предметы. Такой принцип, подбирая каждый предмет в пространство, мы смотрим, мы всегда именем клиента, его это или нет. И тогда это появляется уже в интерьере. Но то, что касается наших личных предпочтений, они тоже, на самом деле, адаптивные, постоянно меняются в зависимости от путешествий, нового вдохновения. Всегда обретается что-то новое, это тоже внедряется уже в наши проекты непосредственно. Есть у меня предпочтения, которые мне, скажем так, милые, ложатся на душу. Это какие-то все-таки направления, скажем так, отсыл классическому чуть-чуть, да, но мягкому, осовремененному. Но я очень благодарна клиентам, которые приходят совершенно с какими-то безумными иногда мыслями, и идеями. И если перенести в историческую вообще тему Петербурга, то почему вообще архитекторы со всей Европы любили ехать? Да, понятно, финансирование в Петербурге, конечно же, столица. А второй плюс, им комфортно работалось, потому что в Европе везде был диктат стиля. Петербург был свободен. У нас вот недавно тоже проект совершенно новый пришел, и человек, когда он высказывал свои пожелания, то я смотрела, думаю, боже мой, да что это? Да как это вообще можно совместить? Как это может нравиться? И как-то так выдохнула задача наша профессионально пропускать через себя, трансформировать. И вот наш профессионализм, он должен выдать пожелания и идеальное восприятие, вот именно счастливой атмосферы клиента. Вот если ты умеешь это считать, пропустить через себя и выдать профессионально, это идеал, тебе аплодисменты, у тебя всегда будут клиенты, ты будешь любим, оценен, и главное, люди будут счастливы в этом интерьере. Поэтому стилистически, да, у нас есть свои пожелания, но с другой стороны, ты можешь быть зажат в эти профессиональные рамки. То есть если ты работаешь в каком-то одном стиле, ты никогда не будешь развиваться, у тебя никогда не будет ничего нового, потому что люди... А потом мы обсуждали эту тему стиля Шарлотты Мосс. Нам интересно просто было тоже ее точка зрения. Ее стилистика довольно-таки узнаваемая, и когда смотришь проекты, всегда можно понять, что вот это Шарлотта Мосс. Потому что есть тоже вот свой подход, внимание к деталям особенное. И спросили, насколько... Она хочет, чтобы ее стиль был узнаваемой. Я ни за что не хотела бы, чтобы смотрели и говорили, что да, это Шарлотта Мосс, мы узнаем ее. И мне просто однажды мой клиент сказал, что Лен, я вот вижу, что это ты делала, и я такая задумалась, нравится мне это или нет. Хочу я, чтобы меня узнавали. Думаю, что это есть все-таки ценность в этом, потому что определенный почерк у дизайнера должен быть. Чем сложнее приходит клиент, чем у него более взбалмошное восприятие того, что он хочет, может быть даже чем сложнее восприятие мужа и жены, то есть здесь вот опять же психологическая тема, тем интереснее проект может получиться. Ты будешь гордиться. Очень многие клиенты, на мой взгляд, они не могут объяснить совершенно, что они хотят. И более того, когда они начнут объяснять, они говорят, ну, можно сказать, полнейшую чушь. Не потому, что они плохие, они просто не понимают. Вот я могу даже про себя привести пример. Мне вот этот стиль там а-ля кантри, там, прованс и все такое, и мне, честно говоря, вот не очень нравится. Один раз я, по-моему, в Норвегии оказался в таком ужасном доме. У меня даже дети сказали, пап, мы что, в этом сарае будем ночевать? Реально. Хотя там ребенку 10 лет. Вот. И мы когда туда зашли, зашли камины, мне прям настолько комфортно. И я понял, что если что-то вот в любом даже стиле, на самом деле, если сделано вот действительно здорово и с такой душой, да, и как-то все удачно сложилось, да, и человек даже может в одночасье даже свои предпочтения проделать. Да, когда там, да, даже просто описывая мебель, например, там, я ненавижу вообще, капитан Эй, чтобы у дивана ни в коем случае не было этой пуговичек. И вдруг начинают подборку показывать, ты вот этот диван обсуждаешь, и что там появляется, капитан Эй. Нет, такое мне нравится. То есть это действительно, да, то есть ты должна, если человек сказал, мне это не подходит, это не значит. То есть это вот на тот момент, вот в тех ощущениях это было так, в реальности, то есть прислушивайся к себе, то есть считывай человека, но все равно думай, еще раз анализируй, показывай, все-таки получай больше информации. Ну и в этом, кстати, очень помогает первая встреча и введение просто, на первый взгляд, неформального диалога, когда мы задаем много вопросов, отвлеченных от дизайна. Но это дает понимание, максимально почувствовать человека. Ну понятно, то есть вам надо выстроить доверительные отношения, настроиться на одну волну. И тогда это уже, да, не конкретные слова, там такой-то цвет, какие-то там диваны. Вы должны его немножко поселить в себя и его словами. Я говорю, да, то есть я вижу его глазами, то есть это уже не я. Я умею смотреть глазами вот этого человека, для кого я это делаю. И я говорю недавно, потому что вот как раз рассказываю про нового человека, клиента, который просто трансформировал меня, я думала, что нет, вообще мне это неинтересно, как это может быть. Например, скажем, да, скажем, говорит, хочу деревянную люстру. Я думаю, это же что-то ужасное, как может быть деревянная люстра. Когда начинаю уже создавать для нее интерьер, я вижу, и мне само это нравится. И более того, я смотрю книги, которые я привозила с Лондона, дизайнерские, и я вижу, боже мой, так там деревянные люстры. Я просто раньше не видела их, потому что не было такой потребности, да, и как-то это все вот рассеялось в общем пространстве, что ты этого не замечала. Наверное, если тебе даже кажется, что я не приемлю этот стиль, мне это неинтересно, но если это сделано гармонично, то ты воспринимаешься на это как красиво, как это правильно, потому что есть единая гармония, и тогда тебе хорошо. Дизайнер, даже больше идет речь про гармонию с человеком, а не про совпадение стилей. Когда возникает взаимная симпатия, ты уже делаешь лучше. Вы ведете свой блог. Естественно, что мы его тоже смотрим, и ваше личное участие расценивается, безусловно, клиентом и потенциальным клиентом, людьми, которые вас смотрят, уже как доверие непосредственно к вам. И вот отсюда вопрос. Мне интересно, люди, которые приходят к вам заказывать дома, хочется ли им общаться непосредственно с вами, потому что вы все-таки, ведя блог, даете гарантию личностную. Да, я понимаю, что я выбираю компанию Goodwood, мне интересно, и мне бы хотелось подстраховываться, и все-таки, чтобы лично Александр вел мой проект. Как вот вы в данном случае вообще себя ведете, если человек этого хочет? Очень редко, конечно, я веду проекты. Я не могу конкретному клиенту уделить достаточно времени, потому что у нас примерно до 500 объектов параллельно строятся, и, конечно, это очень тяжело. Кроме того, я не являюсь прям суперпрофессионалом в области некоторых вещей. То есть я могу просто забыть. Мы там собираем коробку, а кровля, которая идет сходу, надо было за три месяца или за три недели заказать, проплатить, успеть еще что-то. Я точно запутаюсь, и точно будет все очень плохо. Не смогу точно даже проконсультировать по каким-то вопросам, но для клиентов очень важна возможность обратиться в какой-то сложной ситуации. Что если он видит, что что-то там медленно, или что-то пошло не туда, или он в чем-то сомневается, чтобы у него был мой телефон. Все клиенты в личном кабинете, им приходят мои контакты, они могут мне написать или позвонить, и обратиться в случае необходимости. Часто ли поступают такие звонки? Да, звонков, к сожалению, не часто, где-то там раз в месяц, два раза в месяц с какими-то проблемами. Не злоупотребляют, в общем, люди. Да, и я, к сожалению, недоволен, вынужден отчитывать клиентов, потому что часто бывает так, что какая-то проблема, неделю задержали, пообещали, потом еще на неделю задержали, потом на месяц, он уже в бешенстве и звонит мне. Пошел. Вот вы там обещали это. Я говорю, почему вы не позвонили сразу? Но я думал, все-таки они справятся. Я говорю, пожалуйста, маленькая проблема, сразу звонок. Небольшое недовольствие, и мы быстро решим. А когда уже вас трясет, представляете, мне насколько сложнее теперь все это восстанавливать. Я, конечно, естественно, помогаю, всегда пытаюсь решить, но я призываю к тому, что давайте обращайтесь быстрее, не надо тянуть. У клиента, кстати, тоже психологически интересная история. Они боятся обращаться ко мне напрямую. Почему? Почему? Потому что есть менеджер, это тоже какая-то российско-советская ментальность, Да, что если он обращается наверх, это менеджер немножечко может забесить, да, забесить, и он может как-то себя неправильно почувствовать. А клиент, который общается с менеджером, он хочет наладить отношения, и он считает, что обращение наверх разрушает. Например, вот представьте себе пример, вы пришли к врачу, ну, пусть там какая-то не очень большая проблема, там, я не знаю, зубы там лечите или еще что-то. Вот, а, значит, и у вас какие-то складываются отношения. А вы периодически обращаетесь к главврачу, что там врач, ну, там, опоздал, там, допустим, на прием, или там не позвонил. Да некрасиво. Да нет, вроде как и красиво, то есть вы даете обратную связь, но вы понимаете, что сейчас ему там... С этим отношением... Я уже не знаю, как не было бы лечить. Да, вы накачаете, его там накачают, да, и вы боитесь уже с ним, ну, понимаете, да, то есть это отношение вы боитесь разрушить, и вам, и вам становится страшно. Он уже так накосячил, что вы уже в бешенстве, естественно, у вас телефон главврача, вы его примените, да, и скажете, все, уберите от меня его, дайте мне другого, там, и вообще, как вы таких держите? Это вот до этого уже, как бы, доходит. Поэтому есть обращение, но вот здесь такая тонкость, да, то есть клиент все-таки какое-то время он будет терпеть. То есть нет настойчивых каких-то клиентов, которые прямо настаивают, что вот я хочу, чтобы вы регулярно, да, то есть присутствовали вообще... Ну, как-то вот, скажем так, иногда даже у меня желание присутствовать больше, клиент говорит, да за него не беспокойтесь. Но, конечно, им приятно, что я и пообщаюсь, если где-то меня встретят. Иногда мне даже боятся говорить, я говорю, как у вас, не есть проблемы? Да-да-да, все хорошо, знаете, как это, как будто я буду их отчитывать. Ты довольно оперативно отмечаете, то есть, вот, если даже у нас в переписках, да, моментально, я понимаю, что в Александру столько дел, и все равно тут же приходите. Да, я признаюсь, у меня очень много переписки, то есть я почти не беру телефон, но это вообще такая тенденция, потому что человек, он почти всегда занят. И представить, что я или что вы, допустим, сидите на диване, ничего не делаете, ждете с кем бы поговорить, соответственно, либо мы договоримся о звонке, и плюс еще, мне, честно говоря, не нравятся телефонные звонки, потому что, во-первых, не остается информации, потому что часто тебе что-то сказали, да, тебе надо переслать дальше, я же, если даже что бы ни случилось, вот клиент, допустим, пожалуйста, ваши строители приехали, там, машины сломали забор, он мне это сказал, мне что, надо брать ручку и, как секретарь, за ним записывать, какой клиент, чего, то есть очень сложно. Если он мне написал, я моментально это могу заскринить и решить проблему. То есть поэтому я стараюсь не принимать звонки, в принципе, не меньше тысячи в день я получаю сообщения, не меньше. Ну, просто для нас вот очень важны все-таки критерии правильного введения бизнеса, это понятно, когда человек тут же тебе отвечает, то есть это очень ценно. Да, 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 это важно. Прямо для себя мы очень это... Кстати, чем больше человек в бизнесе, тем быстрее и четче он отвечает, а то, что касается менеджеров, этому нужно учить. Наши подписчики очень любят вопросы про деньги. Скажите, пожалуйста, сколько стоит дизайн-проект в вашей суперпрофессиональной компании? Наша стоимость 3000 рублей за квадратный метр. Что туда входит? Это визуализация каждого пространства от четырех ракурсов. И целиком это рабочий проект. Путеводная карта строителям, по которой, собственно, потом с интервизуется человеком. А с инженерными? Да, с инженерными. Так, у нас получается, то есть если квартира метров 100, то это у нас... Можно на 300, соответственно. Да, 300 тысяч рублей. Оценивая рынок, это чуть выше традиционной стоимости, если оценивать целиком все, что происходит сейчас в Петербурге. Почему вы не в два раза дороже? Вы же самый лучший. Скромный. Нет, нет, не в этом дело. Я думаю, что... Естественно, что мы ценим то, что мы делаем, наши усилия, безусловно. Но, пожалуй, я думаю, что нужно быть адекватным, наверное, и думать о людях. Честно скажу, что иногда могу покапризничать даже в какой-то ситуации, да, обсуждая, может быть, финансовую тему, но могу понимать, что я могу помочь этому человеку. И для меня иногда вот это тоже весомый аргумент, если я знаю, действительно, я могу помочь. А у вас есть ролевая сеть и доктора? Да, то есть я могу смягчить, а Олеся может, например, жёстче держать границу. У вас ещё есть элементы реализации. Обязательно. Значит, часть, наверное, реализовывают сами, наверное, и таких нет. Нет, мы не работаем, для нас неинтересны именно нереализованные проекты. Это, не знаю, как что-то ты придумала, это ушло, и никогда это не будет таким, как это родилось и пришло откуда-то свыше. То есть для нас важна реализация проекта. Мы берём проекты только тогда, когда я знаю, что я его реализую. Мы всегда это оговариваем. Никогда иллюзии, которые ты создал, и человек пошёл что-то там создавать, такого не бывает. Нам это неинтересно. Я также так скажу, что вот в процессе дня разрывается телефон, звонки строителей, подрядчики, вопросы клиентов и так далее. Всё это объединить и не спустить никому, тем же подрядчикам, потому что могут быть какие-то вольные домыслы, которые мы тоже своим контролем устраняем. Мы ведём проекты обязательно, если вернуться к цифрам, что это означает. То есть здесь в зависимости уже от территориального расположения, если это квартира, это авторский надзор. Авторский надзор, да, безусловно, как раз реализация, авторский надзор. То есть это от 25 за месяц до 40, в зависимости, если это, например, загородный дом. И плюс, опять же, наша строительная бригада, клиент может выбирать. Он может выбрать своих строителей. Он может своих, может ваших. Значит, соответственно, у вас, вам сначала за проект, потом он получает чертежи, всё. Потом задача ваша и клиента вместе это реализовать. Если он очень настаивает на своих бригадах, то пожалуйста. Но единственное, что они должны задавать вам, и вы должны подтвердить приём всех этапов. Вы всё перемиряете, перемиряете. Ну, скажем так, не то, что мы всё перемиряем, то есть контроль качества, он, это ответственность прораба или ведущего именно уже. Ну, так или не очень, мы всё равно выполняем функции прораба в качестве. Такие темы, как, например, да, ровно стены по уровню, я заставлю проверить пример, чтобы я это увидела. Те же 90 градусов углы, где будет встроенная мебель. Я лично всегда проверяю лепнину. То есть я люблю тему лепнины в интерьерах. И у нас есть несколько фотографий смешных даже, когда там, я не знаю, если день был очень сложный, ты не успеваешь переодеться, я могу там практически в вечернем наряде, но могу на стремянку с фонарём в вечернее время, потому что надо вечером уже, когда темно. То есть я проверяю лепнину лично сама, вообще каждый элемент после этого даю добро. И то есть следующие этапы без моего приёма качества здесь дальше уже работа не пойдёт. Ясно. Но кроме того, есть у вас и свои бригады, которые... Да, безусловно, да. Конечно, у нас есть две бригады, с кем мы работаем на протяжении нескольких лет, кто знает наши требования, кто понимает, как мы вообще хотим видеть не только финал, но и сам процесс. Потому что для меня, например, очень важна культура труда. То есть мы жёстко, у нас запрещено на строительных площадках, на, там, неважно, квартиры или дом, курить, именно внутри помещения. Для меня важна очень чистота, чтобы было аккуратно, чисто. То есть я за этим очень жёстко слежу. То есть для меня вот это очень важно. И для меня, приехав, и если клиент приедет, и вообще, вот эта вот эстетика самого процесса, она важна для меня. То есть мои правила должны выполняться здесь. Какие сейчас современные тенденции ты видишь в ваннах? Ну, на самом деле, всё очень индивидуально, всё равно под предпочтение клиента. Если что-то выделять, в первую очередь сейчас выходят активно натуральные материалы, тактильное восприятие. То, что мы чаще внедряем в проекты, и что очень важно, это ощущение гигиены, когда ты заходишь в пространство. А чем оно достигается? Минимальное количество стыков должно быть, швов. Соответственно, что чаще всего сейчас идёт крупногабаритная плитка. Вот, пожалуйста, попробую приподнять. Вот, представляете? Да, кстати, один из нас тоже. Да, она весит, я не знаю, можно заниматься фитнесом. Вот так вот, раз, уже 10 раз поднял, около 20 килограмм весит. Да, и имитация камня, кстати, тоже сейчас входит в один из трендов. Как вы относитесь к кониксу? Очень хорошо относится. Какая-то магия в нём есть, для меня, я не знаю почему. Просто отрезали, и при этом он какой-то ещё прозрачный, с какими-то рисунками. Раньше плитка стандартная была, ну, типа 20 на 30 или 15 на 20, вот советские размеры, да. Как раз именно тех-то размеров их нет. Вот там шестигранная, да? Да, это натуральный камень. Шестигранник, да, на сеточке, то есть. Сочетание разных фактур. То есть действительно хочется потрогаться. Да, да, интересно. Вот, и есть мозаика, хотя, как вы к ней относитесь, нравится она вам или нет? Я не могу сказать, что мне это не нравится, потому что, в принципе, если человеку хочется её иметь в своём интерьере, то я могу понять, за что, скажем так. То есть здесь как бы не совсем моё нравится, не нравится. Здесь важно, чтобы это действительно было ценно для заказчика. А как она от поставщика идёт, в виде вот таких маленьких-маленьких кубиков? Да, она просто на сеточках. Просто её удобно уже монтировать именно то, что она идёт на сетках. Ну, сказать, что тенденции в мозаике сейчас есть, прям вот конкретно, пожалуй, не скажу. Нет, ну понятно, это уже старая история. Да, больше всё-таки, знаете, будут даваться предпочтения индивидуальным панно, созданным по эскизам именно художника, для данного интерьера, если говорить всё-таки о лакшери-сегменте. Это прям натуральный камень, да? Да, очень много натуральных камней. Натуральный камень вообще очень... Негко определить по весу. Да, да. Вот это ощущение, когда понимаешь. Это тема, которая сейчас актуальна. И, пожалуй, знаете, наверное, всё-таки вот современный мир – это массовое производство предметов, и поэтому всё, что касается вот ручного, индивидуального, оно более ценно. Потому что, действительно, это тогда уникальность в том, что это создавалось для человека, и сколько труда было заложено. Это, правда, же колоссальный труд. Какой пол предпочитаете делать, допустим, ну, в какой-нибудь столовой зоне? Любой предмет, который падает у меня со стола, он не просто неприятно называется, он не просто разбивается, он разлетается на 5 метров на мельчайшие кусочки. Любитель выходить босиком. То есть, если вы хотите ходить босиком дома, и для вас это важно, и, действительно, это очень приятно, тогда бы я всё-таки сделала небольшую зону в зоне, как обычно, да, рабочей зоной. Это была бы плитка. Сейчас большинство европейских компаний вкладывают финансы для того, чтобы максимально придумать технологию, как укрепить паркет, для того, чтобы он мог жить, в том числе, и в таких пространствах, и не повреждаться. Ну, вот и есть, действительно, успехи, мы используем в проектах, когда это живёт, и через год, через два он выглядит первозданно. Очень интересная психологическая тема. Я, честно говоря, не понимаю её. Почему... Это российская история или вообще мировая? Почему человек очень часто делает жильё не для себя, а для показа другим? То есть, я вот делаю так, чтобы... И я, когда общаюсь с людьми... Есть такой ситуации, да. А вот гости придут, а вот я это... Я даже спрашиваю, ну, как вам тут живётся? Ну, нам неплохо, но вот даже гости, которые приходят, говорят там то-то, то-то, то-то. Так называемая внешняя референция. У нас, кстати, один из первых вопросов в брифе, принимают ли люди гостей, и насколько важно мнение других людей. Да, это какая-то фантастика, для меня это вообще непонятно. Мне кажется, знаете, наверное, всё-таки это историческая тема, которой вот мы сейчас только по идее начинаем жить, да, и даже профессия дизайнера, интерьера, она же совсем молодая для России, и поэтому люди только сейчас начинают создавать действительно не вот эти вот евроремонты якобы, да, а пространства, которые комфортны, которые интересны, которым действительно хочется, наверное, и погордиться в том числе. Да, ну вот я просто представляю себе, да, значит, я же не могу предусмотреть для всех видов гостей все виды интерьера. Если я позвал 50 человек, то мне удобнее снять там ресторан. На самом деле, знаете, для российского менталитета вот у нас у дизайнеров есть как бы две приёмки. Первая приёмка, когда ты сдаёшь проект владельцу дома, а вторая, когда приходят его гости. Я даже вот иногда попадаю в гости, хотя не так часто, мне начинают показывать экскурсию, хотя я её не просил, и мне совершенно непонятно. Зачем? На мой взгляд, мне всё-таки кажется, действительно, это вот исторически, что мы вот настолько были всё-таки вот многого лишены, и что сейчас, когда всё-таки это большему количеству людей становится возможным, то есть хочется, наверное, вот себя как-то... Культура гостеприимства у нас развита очень в России. Может быть, и эта тема в том числе. Всё-таки с другой стороны, это неплохо, когда мы думаем, да, о тех людей, которые к нам приедут. И я знаю даже клиентов, например, взрослого поколения, которые говорят, что если бы не приедут гости, они готовы свою усыпальню и отдать даже. То есть даже вот так вот, хотя бы идея это совсем приватная зона. Всё зависит всё-таки от личности человека, и ты максимально подстраиваешься так, чтобы ему было комфортно, и чтобы он гордился своим домом. Как вы думаете, какой интерьер мне бы подошёл? Вот можете ли вы сказать по первому знакомству? Ну, смотрите, мы, во-первых, не задавали конкретных вопросов совершенно, то есть буквально только то, что вот сквозило в диалоге нашем. Плюс, естественно, что тот человек как одет, представляет, это и есть какая-то характеристика, да, безусловно. Человек занимается, да, бизнесом, и, соответственно, ему нравятся деревянные именно дома. То есть, по-видимому, всё-таки это вот чёткие формы, это лаконичность, это, наверное, пристрастие к порядку, к чёткости какой-то, да, к технологичности. Наверное, он не любит какие-то яркие включения, наверное, могут они раздражать. Более всё-таки вот чёткая геометрия, скорее всего, это должна быть, да, продуманность именно в комфорте, в технологичности. Но, наверное, возможно, в тактильности предметов. Да, может быть, любовь всё-таки к дереву, вот натуральной поверхности, возможно, действительно важно, как, может быть, босиком любят ходить по дому, возможно. У меня в голове прям чёткое понимание. То есть, есть что-то такое минималистическое, квадратное такое серое стеклянно-металлическое. Для меня это идеальный стиль, чтобы ничего лишнего не отвлекало. Прямые чёткие линии, размеры, никаких полутонов, всё чётко. И самое главное, чтобы это всё вот легко убиралось, чтобы пыль ничего не собирала. Это прям вот одна история, вот это моя любимая. А есть анти-дизайн, который тоже я представляю. Я захожу, и там такая статуя стоит. И фонтан такой льётся уже. Прям из неё льётся фонтан. Такая, значит, кровать с пятью подушками пирамидой. И с таким покрывалом. И занавески такие тоже, которые с этими, с помпончиками. Вот это всё, потому что мне нравится не занавеска, а так нажимаешь кнопку, шторая закрылась, открылась, жалюзи наверх, наверх. Но, опять же, это моё такое дилетантское представление. И, как правило, ещё наверняка с женой совершенно разные восприятия, да? Ощущения вообще комфорта, красоты. То есть они разные. У меня интересная история. Немножко она не про интерьеры. У меня вообще количество предметов, вот каждый новый предмет, он занимает место в голове. И самое лучшее, что я могу для себя сделать, это его либо подарить, либо выкинуть. И это касается всего, одежды. Если у меня будет два ноутбука, например, мне станет плохо жить, потому что мне нужен одежда. Книга лишняя заведётся, не дай бог. Вот, то есть надо её либо выкинуть, либо прочитать. У женщин такое невозможно. Если я купил, например, ботинки, если я купил, то я обязан выкинуть сразу. Всё. Если ты не готов выкидывать, значит, мне ботинки не нужны. Ты можешь купить? Да, зачем ты их купил тогда? Это для жены просто на эту доходку. Ну а тема энергетическая здесь вообще для вас важна или нет? Или это чисто момент выбора? Это не то, что лишние предметы – это лишняя энергия, нет? Нет, нет, это просто пусть будет разнообразие в тех домах, в которых я строю, в моём доме вообще, чтобы ничего не было лишнего. Нет, я думаю, что можно, чтобы всё было выстроено. Да, да, да. Это понятно. Это как-то странно немножко. Нет, это очень понятно. У меня нет вообще странности. Я понимаю, это просто как особенности индивидуальной личности. Да, вот, кстати, насчёт индивидуальных особенностей личности. Мне кажется, что дизайн и психология – это вообще где-то очень связанные вещи, что реально профессиональный дизайнер должен быть психологом, а может быть, даже иногда психотерапевтом. Есть стереотип, что дизайн – это про красоту, но на самом деле это 40% психологии, 30% бизнеса, и только потом начинается разговор о дизайне как таковом. Потому что много, на самом деле, очень моментов, начиная с того, что нужно понять действительно, что хочет человек, считать его, бывают также внутренние конфликты в семье, когда совершенно разные взгляды. Это чаще всего происходит. Да, это тоже надо психологически. Здесь мы уже поступаем в роли арбитров, когда мы объединяем интересы мужа, интересы жены, и это складывается в единую уже концепцию. Поиск компромисса – это наша задача. Некоторые дизайнеры не любят, ставят условия первоначально, что с кем я общаюсь. То есть я общаюсь с одним из, скажем, или с мужем, или с женой. То есть с одним человеком, потому что кто принимает решения, кто отвечает вообще за эти решения. Потому что, как правило, сегодня сказали одно, завтра другое. И вот, а я, наоборот, люблю эту тему. Мне это интересно. Мне интересно, наоборот, смягчить, помочь людям. И, кстати, я скажу, что клиенты очень благодарны за это. Когда ты помогаешь решать их внутренние вот эти противоречия, и приходить к консенсусу, к единому решению, люди очень благодарны. А главное, что им будет суперкомфортно жить в этом доме. То есть, соответственно, что мы помогаем быть людям более счастливыми. Мы с клиентами не расстаемся. Нас проникают уже дружеские и теплые отношения. В любом случае мы обязательно приезжаем потом еще с визитом на чашечку кофе. И через год мы проводим дополнительно опрос. Такой коротенький. Коротенький, чтобы понять, насколько все действительно комфортно и насколько грамотно была проведена работа. Насколько вам хорошо живется в нашем интерьере. Да, все ли продумано. Мы не говорим в нашем. Это не наш интерьер, это их интерьер. И более того, даже когда у нас учили, нам говорили, что если клиент сказал, что это я сделал, это круто. Это аплодисменты дизайнеру. То есть не я, то есть не эгоизм дизайнера, а клиент. Вот тогда это суперкруто. Ну да, и с этим отступлением. Да, и Лейси переключился к тому, что когда мы собираем розы, мы поняли, что очень хорошее что-то начинает происходить в семьях. То есть, если там конфликты между даже детьми и родителями, они как-то смягчаются, то есть комфортнее становятся друг с другом. Там появляются вторые, третьи дети. Отношения, например, взрослых пар, они какие-то более романтичные становятся. И мы понимаем, что все равно это наша заслуга. И мы стали над этой темой размышлять. И на самом деле очень много научных исследований на эту тему. Насколько окружающая среда, она важна к теме психологии, если возвращаться. Нам это стало настолько интересно, что мы провели несколько встреч с психологами. На эту тему поговорили, с профессиональным психологами, которые практикуют. В этом году мы создаем новый продукт, который назвали «Код счастья», который как раз и дает услугу по гармонизации внутреннего мира, соответственно, с темой психологов, и внешнего пространства. Это уже наша тема. Потому что мы понимаем, что иногда несколькими штрихами можно настолько преобразить интерьер, сделать его более комфортным. Может быть, даже убрать какие-то ненужные воспоминания у людей. Именно новыми эмоциями. Потому что глаз, на самом деле, мы так устроены психологически, что нас должно радовать то, что нас окружает. Мы можем про это не задумываться, но психологически это происходит. И поэтому вот эта тема, вот этой нашей программы, действительно дать возможность, наверное, людям быть более счастливыми. Это очень интересно. Это очень интересная тема. Я, насколько знаю, вы начинаете, запускаете свой YouTube-канал. Да, верно. Поэтому к моменту выпуска ролика он уже будет. Мы будем очень рады. Ссылочка вот здесь у нас или вот здесь? Или вот здесь? Или вот здесь? Или вот здесь? Безусловно, у вас, что у нас задействовано большое количество партнеров-подрядчиков. Конечно, в нашей практике встречается, что накосячили, подвели, как на ваш взгляд, человек, который все-таки может озвучить данные темы, например, обезопасить своих коллег. Стоит ли данные ситуации, например, как-то афишировать, пусть там скользко говорить об этом, скажем, имени, о поставщике, о производстве, чтобы обезопасить своих коллег? Или все-таки вы эту тему закрываете, прекращаете с ними работать и никогда не озвучиваете данную информацию? Вообще, конечно, я понимаю, что вы не это спрашиваете. Надо стараться избегать таких ситуаций. Это понятно. Во-первых, нужно, чтобы максимально ответственность у него была, объяснить ему, что мы тебе платим больше, мы не ищем самого дешевого. Но в случае критической ситуации, я думаю, что ничего плохого нет в том, чтобы это озвучить. Не факт, что это надо обязательно в блоге делать, чтобы не было такого именно глумления, издевательства. Так же реакция, конечно, сразу будет. У нас это любят очень. Да, да. Но в ситуации, да, то есть бывает, вот у нас, допустим, есть проблема с деревянными окнами. Не можем найти производителей деревянных окон нормально. Я тут с питерскими коллегами общался. Они хором говорят, так правильно, в Финляндии покупайте скала-ферма, например, или еще какая-то. И тут даже не пытаются купить. Но мы все-таки иногда пытаемся. И в какой-то момент, представляете, одна компания говорит, мы супероконная компания из Екатеринбурга, мы знаем все проблемы ваши. И он говорит, у вас такие проблемы, такие проблемы, такие проблемы. Мы полностью все это осознаем. И мы создали суперроссийскую компанию, которая захватит 100% рынка B2B-шного по окнам, потому что вместе с окнами на площадку будет приезжать реставратор. Окна будут идеально упаковываться на заводе, проверяться технологом. Все это через чек-листы, через эту систему мы понимаем, что и все. Я говорю, где же вы были, какие младшие. есть действия. Да, вот вы правильно спрашиваете. Приехали. Ужас. То есть реставратора нет, все вообще разваливается. Полточек уже. Да, мы все отправили. Я говорю, как же так? Да-да-да, Александр, ну вот такая первая блинкома. Все, сейчас все исправим, не волнуйтесь, я лично буду следить. Да, давайте второй. И потом на второй руки срываются. Все стоит, клиент тоже не понимает, что происходит. Естественно, ему кажется, что это непрофессионально. А они еще долго изготавливались. В итоге все, мы расторгли договор, я даже не знаю, вернули они нам деньги или мы попали. Вот так вот пробную поставку даешь, то есть так красиво пел, но так хорошо рассказывал. Но как-то коллег предупредили вы, то есть ребята? Ну, мы сильно не освещаем. Ну, если я спрашиваю, то что вы поделите. Да-да, конечно. Но я думаю, что в принципе нет ничего плохого, что рассказывать. Потому что одно дело человек накосячил и исправился. Да, безусловно. да, всякое бывает. Но он взял это, признал вину. Да, я не прав. А когда он еще и потом не признает, не хочет исправлять ее. Да, не берет трубки и вообще исчезает. Да, ну тогда можно и предупредить, я думаю. Потому что в принципе это же полезно для рынка. Это очищает и зачем он будет всех обманывать. Я, например, никогда не комментирую других строителей. Мы в самом верхнем сегменте. Естественно, нам кучу есть чего рассказать. Вы представляете, если наш средний чек там 10 миллионов, то есть компания, у которых средний чек миллион, а не дома по миллиону продают, есть по полмиллиона. Если цена в 10 раз отличается, то, наверное, там чуть-чуть будет по-другому. Но конкретику мы не говорим, как оно происходит. Потому что, наверное, некорректно. И вообще возвышать себя за счет принижения других, но это не очень хорошо. Поэтому здесь скорее предупредить, чтобы не нарваться на каких-то мошенников. Тактично. Да, очень тонко. Но вы, наверное, подпадали в такие ситуации? Подпадать на какие-то нюансы это происходит постоянно. Притом, что это может 8 лет пройти и происходит сюрприз. Я, например, знаю даже, скажем, мебельное производство. Ну вот у них там, скажем так, краснодеревщик, который вот ас. И производство в принципе держится на нескольких вот этих людях. А мало ли что-то случается. Он уходит или еще какие-то ситуации. И в принципе производство не имеет уже той ценности без вот этого человека. Кадровая зависимость. А найти, чтобы для твоего проекта мы попали в сроки, все вовремя это было. То есть хорошо, когда ты все-таки знаешь вот эти нюансы, чтобы ты себя обезопасил. А так у каждого проекта безусловно есть какие-то истории. Да, но получается вы с одной стороны говорите, общаемся только с владельцем, но видимо в том случае надо общаться и с владельцем, и с краснодеревщиком. А в любом случае все проходят. И общаешься обязательно, да. И с тем уровнем в случае, чтобы... Там организационная тема, тема контроля. А тема техзадания уже соответственно мы общаемся с исполнителем. Ты приезжаешь на приемки, ты приезжаешь, ты обсуждаешь технически, как это будет. Например, даже наша тема сейчас авторской коллекции мебели. То есть безусловно это предмет вообще его не существовал до этого, да. То есть ты прорабатываешь технический момент. Я контролирую сама лично всегда. Вы его покажете потом в Ютубе? Конечно, да. Из чего она? Там несколько... Это мягкая или это корпусная? Это корпусная, акцентная мебель. И, кстати, вот в чем вообще, от чего все началось, фишка данной мебели. Пришел новый материал, который нас безумно вдохновил. Итальянский шпон Лайсвуд. Который мы увидели в первый раз и просто, о боже, хотелось плакать, насколько это прекрасно. Проходит время, да. Не приснилось. Рождаются эскизы. О, да. Круто, круто. И дальше доработать. То есть, наверное, вот это очень ценно, это здорово. Я пытаюсь ловить вот эти вот флюиды, волны, потому что, да, действительно, что-то очень такое уникальное, интересное рождается. Да, и, кстати, интересный момент. Даже на вот эту коллекцию мебели у нас получилось основное мебельное производство. Потом стал вопрос фурнитуры, потому что мало... Вот сейчас московские, кстати, компании начали этой темой заниматься. Но мало красивой фурнитуры, которую можно дополнить, мебель. Она тоже была там по нашим эскизам. И в итоге получилось у нас пять... Пять мастеров у одного предприятия мебели. Да, то есть, надо тоже все это объединить воедино. Ну, в общем, это очень интересная тема. Да, действительно, очень интересно. А, кстати, вот насчет этого шпона, что это за материал? То есть, это клееный щит и со шпоном или что-то? Это тонкий-тонкий срез дерева. Так, ну, что такое шпон, я понимаю. На что он налеплен? На какую панель? Как правило, это все-таки идет на МДФ. На базу. На МДФ, да? Да, да. То есть, чаще всего, это идет на МДФ. Потому что дерево, это прекрасно, да? Но нужно все-таки... Вот вы прекрасно это понимаете, потому что, да, особенно наши влажные климатические условия. То есть, человек должен быть готов, да, что... Если он готов, что дерево живет и предмет мебели, соответственно, что тоже что-то, да? То есть, увлажнение воздуха, ну, очень много нюансов. Поэтому все-таки этот предмет мебели, он более будет, скажем так, долговечен. И вот в первую очередь, каким он был, таким он и остается. Здесь уже есть. То есть МДФ, покрытый волшебным шпоном. Помню, когда мы делали, мы еще с женой спорили, а надо ли под ванную? Там осталось вот столько. Я говорю, давай обычные заложим. Но мы, по-моему, тогда взяли все-таки целиком, пришлось отрезать ради вот того кусочка, который там вообще под ванной далеко. У меня к вам вопрос, вот насколько вы меня считали. Как вы думаете, когда я последний раз был в ванне? У себя дома. Ты залез в ванну и принимаешь ее. Время для вас очень ценно, да? И опять же, вот этот вот рацион, наверное, свой и свой график, который вы устраиваете, наверное, скорее всего, он полностью... Душевая. есть ощущение, что лет 30 назад. Я вообще, честно говоря, вот там мужчина, сидящего в ванной, что-то даже плохо представляю. интересное. Ну, а если это будет, например, как романтическая тема, да, вечер, то это очень просто. А, романтическая, да. Вы помните ее еще лет 30. Да, да. Так что вот нужно продумывать. Да, да, даже на романтику нет времени. Я вам хочу такой рассказать случай из моей жизни. Вы сказали, ребенок родится, я вспомнил технологию, как производятся дети. Я сейчас живу в таунхаусе, который снимаю. И он уже был с отделкой. Там раздвижная дверь в спальню. И, кроме того, там нет замка. А у меня дети 17, 11, ну, то есть, которые могут сами ходить. Вот. И мы, естественно, значит, спрашиваем у того, у кого снимается, спальня не закрывается. Он говорит, а зачем? Очень странно. Вот. И я думаю, как же это объяснить-то? Вообще, эти двери раздвижные, они, во-первых, намного звукоизоляция. Звуко. Очень слабо у них. Знаете, да? Так как уже на момент снятия уже было трое, то нормально. Вот поэтому четвертый пока не появляется. Вы отличные. На самом деле, да, я правда, честно, я продумываю вообще романтические атмосферы и за счет цвета, и за счет каких-то дополнительных предметов, что действительно можно... Ну, я очень многие вещи думаю. Это семантическая тема. Это какая-то очень простая, да, вещь, что можно было... Это просто, да. То есть... В спальне закрыться на всякий случай для спокойствия. Хорошо, до ванны тут же примыкает к спальне. Это тоже очень по благо в семейном отношении. Да, 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 да. Это очень удобно. Проект завершается тогда, когда готово полностью все и клиент не думает. Ну, в принципе, ему больше ничего не нужно, вплоть до банных полотенец, которые подходят по цвету в ванной, приятно, тактильно, ну и так далее. Мы учитываем все моменты. И, соответственно, что человек въезжает, у него даже уже убрана постель. И он не думает вообще ни по поводу чего. И маленький спойлер, скажем, вы еще и стол накрываете. Это наш просто, да, 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 скажем так, это наш подарок, потому что сколько месяцев мы все-таки были вместе, и клиенты за их терпение, потому что действительно мы благодарны, потому что для нас это каждый раз тоже очень интересно. И завершаем проект наша традиция, просто уже нашей студии. Мы сервируем праздничный стол, мы можем делать какие-то сюрпризные моменты, там, типа подарочных фотосессий или приглашать шеф ресторана, который приготовит ужин тут же на их новой кухне. Но каждый раз мы придумываем что-то новое и обязательно оформляем дом живыми цветами, флористические композиции. Это моя тоже такая излюбленная тема. И мы любим все-таки эмоции, потому что человек, заезжая в свой дом, он должен получить удовольствие. Это самые первые часы, получается. Якая эмоция, которую он будет долго помнить. Вот это тоже очень ценно. И его контакт с пространством он происходит вот так. Спасибо. Спасибо, что досмотрели. Мне очень интересно, вообще вот эти выпуски по 50 минут, они нужны? Или все-таки надо делать там 10-минутную мультяшную мигающую картинку? Или все-таки нужны такие вот одна тема, но глубоко минут по 50? Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой оптимальный хронометраж, стоит ли такие длинные видео делать? Напишите, пожалуйста. Спасибо. Спасибо.